Привет, я Алиса, и это мой канал о моём становлении как психологине и как писательнице. И сегодня мы поговорим о том, что, по моему мнению, нужно перестать делать, или как минимум делать это меньше, чтобы стать намного и намного счастливее. Не буду долго тянуть, я считаю, что нужно меньше сравнивать себя с другими людьми. Сравнение себя с кем-то иногда это может быть полезно. Но, знаете, это очень редко. Очень редко, когда это приносит какую-то пользу и мотивирует тебя, и всё такое. В большинстве случаев, когда человек сравнивает себя с другими, это его принижает в собственных глазах, это его опускает в собственных глазах, это заставляет его чувствовать себя хуже. И не в том плане, что «О, я добьюсь многого! Я хочу стать как этот человек, потому что мне не хватает того-то и того-то, и я добьюсь этого». А нет, чаще всего ты наоборот чувствуешь такое «А, но мне этого никогда не достичь, и вообще он такой классный, а я такой незначительный». Я этого достичь никогда не смогу, потому что мне не хватает того-то, того-то и того-то. И вообще можно уже просто опустить ручки и ничего не делать. Вот к чему часто приводит сравнение себя с другими людьми. Честно скажу, ну, не пойдёт это вам на пользу, не пойдёт вам на пользу попытки сравнить свои достижения с другими, потому что у каждого из нас совершенно индивидуальный путь. Нет двух одинаковых людей, даже если вы захотите и очень много сил к этому приложите, вы не сможете прожить абсолютно такую же жизнь, как человек, с которым вы себя сравниваете. И не важно, что вы сделаете, он другой человек. У него определённые такие тонкости характера, тонкости его жизни, тонкости его индивидуального стиля жизни. А то, как вы живёте, это всё равно будет чем-то другим. И то, как вы оба переживаете какие-то моменты взлётов и падений, это всё равно будет разное. То есть даже одну и ту же, предположим, поведу на каком-то конкурсе, вы оба переживёте по-разному, вы получите разные эмоции. То есть нельзя полностью скопировать чью-то жизнь. Так что не нужно сравнивать себя и пытаться сказать себе, вот я стану как он, вот я стану как она, вот я обязательно добьюсь того же, что она. Да не нужно вам добиваться именно того же, чего добился он или она, не нужно. Конечно, сравнивайте лучше, если уж хотите прям сравнивать себя с чем-то, сравнивайте свои нынешние достижения с достижениями себя в прошлом, например, там себя пятилетней давности. Но опять же, это чревато тема, что ты начнёшь говорить про себя, что «О нет, я же тогда мечтал стать миллионером, а я до сих пор не миллионер! О боже, что же мне делать?» Но не нужно сравнивать себя только по таким банальным критериям, как количество денег, да? Вы можете посмотреть и другие стороны своего бытия, сравнить то, как вы смотрели на разные сферы жизни, то, как вы себя вели в общении, то, насколько хорошо вы понимали себя, потому что это реально классный прогресс, если спустя какое-то время ты начинаешь лучше понимать себя, ты начинаешь разбираться в себе же намного лучше. Вот если у вас получилось выйти на новый уровень такой отношений с самим собой спустя время, это уже достижение, и уже можно сказать себе «О, молодец, молодец!» Да, то есть если уж вам хочется сравнить себя с кем-то, попробуйте сравнить себя с собой из прошлого, но не зацикливайтесь на таких общепризнанных критериях успеха или что-нибудь такое. То есть посмотрите на какие-то другие стороны своей жизни, посмотрите на себя целостно, посмотрите на себя в разных аспектах бытия, не только в этих банальных таких критериях, как количество заработка, как статус в обществе, потому что на самом деле, ну, не это является таким прямым путём к счастью, не это определяет, насколько вы счастливы, не это определяет, насколько вы довольны своей жизнью. В какой-то степени да, но далеко не только это. И зацикливаться на этих показателях – это вообще неудачная идея, которая может привести к тому, что у вас опустятся руки, и вы просто почувствуете себя выгоревшим, почувствуете нежелание двигаться дальше, почувствуете, что всё тщетно и вот прочие такие не очень приятные мыслишки могут закрасться в вашу голову. А зачем вам это? Правильно, не нужно этого. И, кстати, часто говорят вот насчёт сравнения себя с другими людьми, что, мол, если ты сравниваешь себя с другим человеком, то на самом деле в этом нет смысла, потому что ты не знаешь, что ещё творится в жизни этого человека, помимо того, что ты увидишь условно, например, в социальных сетях. Например, ты видишь какую-то идеальную картину, как кто-то отдыхает на солнечном берегу, а в жизни, может, у этого человека проблемы в отношениях, может быть, какие-то болезни, то есть может быть что-то у него, действительно, какие-то реальные жуткие вещи происходят, о которых ты просто не знаешь. Ты думаешь, что у него всё идеально, а на самом деле ты не знаешь, что творится с закрытыми дверями. И это действительно в чём-то правда, даже если вот посмотреть на Стивена Кинга. Во многом он такой пример для подражания, потому что он очень успешный автор. Например, я писательница, я очень восхищаюсь им в этом плане, что он достиг такого успеха, что он написал столько книг, и это очень круто. Но в то же время, вот даже если мы не знаем, что у него творится в душе, мы не знаем о его личной жизни, но мы знаем, что он однажды попал в аварию, и его буквально по косточкам собирали. У него были зависимости. То есть его жизнь отнюдь не так проста. Его жизнь, в ней было много очень тяжёлых моментов, и это не то, что он просто каждый день вставал и думал, «О, как я счастлив, моя жизнь идеальна!» Ведь все мы хотим счастья, но даже у людей, у которых успешный успех есть, у них случаются определённые горести, случаются определённые тяжёлые ситуации, которые вы точно не хотели бы себе. Но я бы хотела кое-какую корректировку внести к этому вот утверждению, что не сравнив себя с другими, потому что это не знаешь, что конкретно происходит в жизни у этих людей. Давайте предположим, что есть какой-то человек, у которого очень высокий заработок, статус в обществе, он профессионально реализовался, у него отношения, семья, у него хорошие отношения с своими родственниками, с любимым человеком. В общем, по всем как будто бы параметрам у него всё хорошо, и нет у него даже никаких скрытых скелетов в шкафу. Предположим такую ситуацию. Должны ли вы испытывать какое-то отвращение к себе? Должны ли вы чувствовать себя хуже, только потому что есть человек, у которого в целом всё хорошо? Нет. Наоборот, нужно постараться перестать испытывать вот это вот чувство острой зависти, чувство вот этого вот угнетения по отношению к самому себе, когда ты видишь человека, у которого как будто бы всё хорошо. Даже если у него на самом деле всё хорошо, ну, в лучшем случае можно порадоваться за этого человека, а в нейтральном случае просто сказать, а, ну, ок, классно, окей, есть вот такой человек, у которого всё хорошо. То, что такой человек существует, не должно никак угнетать вас, не должно никак понижать вашу мотивацию к жизни, не должно каким-то образом плохо говорить о вас. ни в коем случае. Просто продолжайте идти своим путём и не расстраивайтесь из-за того, что у кого-то что-то получается лучше, даже если у этого человека много всего получается лучше. Плюс, конечно же, всё это очень субъективно. Что значит, получается лучше? Что значит, получается хуже? В том же деле, в таком деле, как писательство. Я уверена, что есть очень много супер-мега-талантливых авторов, о которых мы с вами даже не знаем, потому что их отвергли издательство. Даже Роулинг очень много раз отвергали издательство, прежде чем издали Йога Репоттера. А каких-то авторов так и отвергают, 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 и у них потом уже опускаются руки, и они просто перестают творить. А возможно, они бы стали супер-успешными, супер-знаменитыми, и люди бы говорили, о боже, этот автор так пишет, что я просто взлетаю на седьмое небо от этого стиля. Может быть, но мы никогда об этом не узнаем. То есть, есть ещё такое понятие, как удача. То есть, не всё в этой жизни зависит от усилий, многое зависит от твоих усилий, но есть ещё такое понятие, как удача-случайность, и это тоже влияет на то, достигаешь ли ты такого вот этого вот успеха, или нет. Потом, например, рассмотрим такую тему, как отношения, да? Да, ты можешь многое сделать для того, чтобы найти вот этого вот человека, с которым ты свяжешь свою жизнь. Ты можешь больше общаться с людьми, ты можешь стараться лучше слушать, быть внимательнее к людям, которые вокруг тебя, быть чутьче, быть более приятным собеседником, стараться прислушиваться к ним, стараться дарить людям хорошие эмоции и так далее. То есть, ты, очень большая часть этого зависит от тебя, насколько ты хорошо и внимательно относишься к людям, и какие у тебя личностные качества. Но и тут какую-то долю значение играет случай, потому что понятно, что со всеми людьми на 7 лет ты за свою жизнь не перезнакомишься. И, возможно, тот человек, который тебе бы очень хорошо подходил, тебе просто с ним не довелось встретиться. Может быть, вы бы встретились, и это была бы твоя идеальная пара. Так что, если ты до сих пор не нашел свою вторую, так называемую, половинку, то это не означает, что ты какой-то не такой. Это не означает, что ты плохой, мерзкий человек. Ни в коем случае. Это означает, что просто так случилось. Пока что так. Возможно, ты уже скоро найдешь ту самую вторую половинку, и вы будете жить в гармонии и долго счастливы. Может, нет. Ничего. Это неизвестно. Но просто тот факт, что у тебя нет парня или девушки, ничего не значит. Ничего. Это не говорит о тебе плохо. Ни в коем случае. И также о тебе не говорит плохо, если у тебя нет какого-то уровня заработка или какой-то должности такой, почитаемой в обществе. Это не говорит о тебе плохо. У тебя индивидуальный путь. И нужно своё счастье мерить своим собственным мерилом. Понимать, вот это мне нужно для счастья. А не потому, что это нужно всем. А потому, что это мне именно нужно. Вот то-то, то-то и то-то. И даже если ты пока не смог достичь того, что, как тебе кажется, тебе нужно для счастья, это не значит, что ты какой-то глупый, что ты какой-то нетрудолюбивый, что ты какой-то несостоятельный. Это этого не значит. Если ты чувствуешь, что ты делаешь всё возможное, значит, скорее всего, ты и правда делаешь всё возможное. Старайся по мере того, чтобы тебе было всё-таки комфортно. Потому что, если ты постоянно будешь сравнивать себя с другими людьми, выжимать с тебя последние соки, ещё постоянно приговаривать, ай, я такой секой, я такой плохой, я такой никакой, но это не приведёт к успеху, это приведёт как минимум к тому, что ты выгоришь, как я уже говорила, как минимум к тому, что у тебя ухудшится отношение с самим собой, и снизится самооценка, а заниженная самооценка ещё никогда никому не помогала. Потому что отдельно были всякие предъявленные исследования, по результатам которых обычно люди с высокой, ну, адекватной самооценкой достигают лучших успехов в разных сферах, нежели люди, которым привычно себя принижать, привычно себя оскорблять и так далее. Также, говоря на эту тему, будет уместно вспомнить маршал Розенберга и его книгу о ненасильственном общении. И там он упоминает, что по его мнению сравнение себя с другими приводит к тому, что снижается уровень твоего сопереживания себе и других. Почему так происходит? Я так трактую это высказывание так, что когда ты сравниваешь себя с другими, происходит некая дегуманизация, происходит обезличивание себя и других. Ты смотришь на себя и на других уже не как на людей, а на как таких, скажем, персонажей игры, которым ты приписываешь такой вот уровень, не знаю, ловкости, такой-то уровень силы, такой-то уровень успешности и такой-то там в целом уровень, какой-то там, и говоришь, вот у него 93 уровень, а у меня 44. Как же так? И ты уже не особо это сопереживаешь этому человеку. Ты видишь в нём просто соперника, ты видишь в нём просто картинку какую-то с определёнными значениями, и ты уже в себе видишь не человека, а персонажа, игры, которого нужно прокачать до какого-то уровня. И ты забываешь, что ты личность, что этот человек тоже личность, ты уже действительно вот сопереживание у тебя пропадает потихоньку к себе и к окружающим. И тоже я вот хотела сказать насчёт этого соперничества, ну, совсем не нужно всех людей рассматривать как соперников. Вот это вот попытки видеть мир как поле битвы, а других людей как непременно твоих соперников, ну, это путь, который не ведёт к личностной гармонии, это путь, который ведёт к тому, что ты начнёшь как-то параноидально смотреть на всех людей, видеть во всех врагов, а тебе это нужно? Нет. Я не говорю, что обязательно нужно в каждом видеть лучшего друга и каждому верить, ни в коем случае. Отдельная тема для разговора, то есть нужно всегда анализировать, нужно ли доверять тому или другому человеку, но не нужно дефолтно в любом другом человеке видеть соперника и сравнивать себя с ним, что вот он там уже, она там вышла замуж, родила трёх детей, а я нет. Что же в этом мне делать? Не нужно так думать, не нужно, это ни к чему не приведёт к хорошему, только к тому, что у тебя с этим человеком будет нарастать напряжение в отношениях, потому что ты уже на этого человека не будешь смотреть как на подругу, ты будешь смотреть на неё как на соперницу, а зачем тебе это нужно? не нужно тебе это. И вообще вот это вот, что в обществе принято соперничество, очень-очень я это не люблю. И я объяснила вам почему. Ну на этом я заканчиваю своё размышление, вроде бы всё, что я хотела сказать, я сказала. Надеюсь, что-то вам показалось интересным и что-то вы пометили для себя в своём сознании. И надеюсь, что вы просто будете счастливы. Всем пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok